Двигатель 2,7 дизельный. 186 л.с. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2012 года выпуска. 186 л.с. Автоматическая коробка передач. 187 R16 E35. Зима. Защиту бампера. Защиту бака. Защиту порогов и хромобвес. Зеркало плюс ручки дверей плюс задние фонари плюс нижние молдинги окаури. МК «Мультитроникс» 750. Дополнительные ручки на передние и задние стойки. Сделал шумку всех дверей. Раздвоенный выхлоп. Уже переделал. Фаркоп и мониторы в подголовниках достались от предыдущего. Владельца. Все то строго по регламенту в клубном сервисе в полном объеме и с отметкой в сервисной книжке. Все подтверждающие это документы сохраняю. Накладка на задний бампер. Покупал на рынке новые дворники и поинтересовался о накладке на задний бампер. Оказалось, в наличии турецкая хромированная за 1600 купил и сразу установил. Изменения в передней подвеске. Итак, перечитав множество тем и пообщавшись с проверившими на себе этот результат людьми, нашел самое оптимальное решение для передней подвески XVT. Было. Аморты сток R2, пружины новые сток R2 и приставки 30 мм. Стало. Аморты новые сток R2 Plus подложил три шайбы для увеличения хода штока, пружины новые сток R1 правая и левая на свои места. В итоге стало помягче, но чуть жестче, чем сток нового R2. Расстояние от центра ступицы до арки не изменилось 50 см, как и было с приставками. Наконец-то поставил передние дополнительные ручки. На даче не спеша был проделан весь процесс установки передних ручей, все необходимое для этого было уже давно закуплено. Держаться очень крепко, во мне сток G-висну без проблем. Думаю, по фото понятен весь процесс. Как будет время, буду пробовать поставить задние ручки. Тормоза. Решил я обновить тормоза, заметил в последнее время при торможении на больших скоростях, стало бить в руль. Диски и колодки по кругу были уже давно куплены и ждали своего часа. Разбиралось и откручивалось все легко и без проблем. Заодно решил обновить суппорта, зачистил и обезжирил, покрасил в три слоя с сушкой после каждого. Поставил новые диски и колодки, смазал направляющие и все собрал. Запись будет просаживый фильтр. В общем, решил я его удалить и вместо него поставить пламегаситель из нержавейки. Наконец-то я сделал раздвоенный выхлоп. Может, конечно, колхозное, но очень бюджетное, не судите строго. Доработка натяжителя Всем известная проблема на дизельных рикстонах и кайронах. Первый раз менял я этот натяжитель при пробеге 50 тысяч, причем ценник был 8 тысяч и плюс работа, не проехал и 20 тысяч, как опять он засвистел. Нашел человека с кайрон-клуба по имени Паша из Домодедова, он занимается доработкой натяжителя, расточка под игольчатые подшипники и новый под них палец с новыми уплотнительными колечками и тавотница для смазки. Созвонился с Пашей и записался на прием. Кстати, с этой проблемой клиентов, у него хватает, с собой нужно привезти 1 литр антифриза, старый натяжитель остается у Паши. В общем, приехал я в назначенное время к Павлу в Домодедово, делалось все прямо возле дома на улице. На все с перекурами и разговорами, не спеша объясняя, что да как ушло менее двух часов. Был рад познакомиться с Пашей, очень позитивный человек. Пришлось снять вентилятор с его кожухом для удобства доступа к натяжителю, снимаем старый и переставляем мой ролик с демпфером на новый. Ставим все обратно, заводим и радуемся. Теперь, надеюсь, забыть о этой проблеме навсегда. Защита бака Приветствую всех, после недавнего случая решил ставить защиту бака. Заказал алюминиевую 4 мм толщиной фирмы Rival. Она под Рекстон и Кайрон сделана, только крепления разные в разных местах. Они все в комплекте идут. Заехал после работы в клубный сервис, чтобы ее поставить и заодно сделал ТО-70, поменял оба рулевых наконечника. Был малюсенький люфт, и обе нижние шаровые, тоже был маленький люфт в одной, но решил обе сразу заменить. Новых ковриков. Заказал я его коврики, и вот курьер привез мне их, сделанных по моим лекалам, черные с черным кантиком салон, у меня черный. Так как на Рекстон лекала у них не были, я предложил своей с доработкой только водительского коврика. Обновил руль. Давно хотелось мне руль перешить и потолще его сделать. Руль начал облазить, и вид стал сами понимаете какой. Начал искать инфу в интернете, обзвонил несколько контор и офигел о цен. В голове уже понимал, чего хочу, а хотелось сделать, как у Паши на его бывшем Рексе, даже списался Пашкой на эту тему, но он меня расстроил тем, что там, где он делал, теперь просят дорого и так далее. В общем, нашел мастера, созвонился и договорился. Сегодня с утра поехал по указанному адресу. Мастер по имени Сергей вышел ко мне. Еще раз все обсудили, и он снял и забрал руль к себе в мастерскую. По времени сказал, будет делать около 4-х часов, пришлось наведаться в гости к недалеко живущему другу. Вернулся я к машине через 4 часа и позвонил Сергею, через пару минут он подошел с уже готовым рулем. Мне не терпелось взглянуть, и вот он новый, толстый, кожаный руль. Мастер поставил его на место, и я довольный поехал домой. Решил я уже пора поменять резиновые с бортиком ковры на недавно приобретенные и веи ковры. После помывки авто осуществил задуманное. Давно я хотел поставить, а точнее приклеить скотчем 3М-держатель крышки бака, в общем, сегодня все-таки приклеил. Держится крепко, обезжирил и приклеил на скотч, феном прогрел, закрытию лючка не мешает, на заправке уже опробовал, удобно. Заодно снял и разобрал модулятор турбины, начал хрюкать иногда, но он был почти чистый. Доработки подсветки климат-контроля. Мне вообще не нравилось протухание подсветки климата при включении фар, а в солнечную погоду вообще значения климата не увидишь. В последнее время подсветка стала иногда совсем гаснуть, и тут уж я решил, что надо что-то с этим делать. Обратился в клубный сервис и получил ответ, что приезжайте и все сделаем. Поехал в субботу, как выяснилось, я буду первым устранившим эту хрень. Клубный электрик Максим быстро разобрал панель и снял блок климата. Я попросил отключить по возможности протухание подсветки. Макс открыл комп и стал смотреть непонятные для меня схемы, что-то в чип и дип смотрел. В итоге заменил одну микросхему и что-то пропаивал. Ну и ток, все собрали и теперь подсветка климата горит ярко и не притухает при включении фар. Вот наконец-то нашлось время для установки давно уже купленных и ждущих своего часа ручек для удобства посадки пассажирам заднего ряда сидений. Все для их установки тоже давно приготовил. Болты, клепки, клепальни. Продолжение следует... тюнинг педалей дневные ходовые огни в фары купил два комплекта ламп в секцию для поворотника вместо ламп поворотника вставляем лампы из купленного комплекта и получаем дневные ходовые огни и поворотник от одной лампы сложного ничего нет проводку резать не нужно при желании все легко вернуть назад фарах подключил через предохранитель от габаритов других вариантов подключения не рассматривал переделал выхлоп решился наконец-то я переделать выхлоп уже в третий раз заехал в уже проверенный сервис по глушакам подняли прикинули и все обсудили с ребятами заказали насадки вчера насадки привезли и сегодня с утра рванул на установку времени на всю работу ушло около четырех часов сделали разводку из нержавейки и подогнали насадки глянули весь остальной выхлоп все гуд вроде получилось неплохо диски после покраски полирнул фонари решил я сегодня полирнуть задние фонари купил наждачку 2000 юлис водичкой затер а потом полирнул стали как новые на фото не то конечно результат налицо ну и заодно фаркоп покрасил были рыжики после зимы красное на черном вчера на даче немного добавил красного черному салон красное на черном на мой взгляд смотрится неплохо лента была заказана на али моим другом 10 метров себе он так уже сделал но я увидев в живую на его рексе захотел задние двери тоже сделал пластик натер кожу молочком пропитал химчистка салона вот я решился а точнее нашел время на химчистку всего салона все решил делать своими силами пропылесосил все и везде досконально потолок тоже пластик Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok